Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем с вами изучение вопросов разработки дистанционного учебного курса. И сегодня тема наша – это нормативная база дистанционного обучения. Прежде всего хочется отметить существование Федерального закона об образовании в Российской Федерации, который в статье 16 рассматривает вопросы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В первом пункте разводятся эти понятия, и под электронным обучением понимается организация учебного процесса с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, а под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Образовательные организации вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти. Что же дальше? Дальше. Чуть ниже мы рассмотрим этот порядок, а сейчас выделим третий пункт статьи 16, где указано, что при реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, которая включает в себя электронные ресурсы, информационные и образовательные, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающие освоение обучающихся образовательных программ в полном объеме, независимо от места нахождения обучающихся. Итак, важное, что необходимо создать электронную среду, необходимо разработать электронные информационные образовательные ресурсы и необходимо обеспечить соответствующие условия для того, чтобы обучаемые могли освоить учебную программу в дистанционном режиме, то есть независимо от места нахождения. Здесь же отмечается, что существует перечень определенных профессий, по которым не допускается обучение только с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. И этот перечень утверждается федеральным органом исполнительной власти. И когда мы с вами начинаем разрабатывать дистанционные учебные курсы, мы с вами должны понимать, что у нас должны быть соответствующие условия, должны быть соответствующие информационные системы, системы дистанционного обучения, образовательные платформы. И мы должны ориентироваться на то, что по той или иной специальности полностью обучение только с использованием дистанционных образовательных технологий может быть запрещено. Далее в законе об образовании указано, что при реализации таких программ, которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, местом образовательной деятельности является местонахождение организации, а не то место, где находится в настоящий момент обучаемое. И следующий пункт, очень важный, и мы тоже к нему сегодня еще вернемся, отмечает, что при реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий организация должна обеспечить защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. И здесь имеется в виду закон о защите персональных данных, который касается всех участников учебного процесса, потому что мы с вами, с учащихся, собираем как минимум данные о его фамилии, имени и отчестве. Ну и здесь хочется несколько еще отметить подзаконных актов. Это порядок применения электронного обучения, новый от 23 августа 2017 года. Сейчас мы рассмотрим его основные моменты. Неспециальные правовые акты – это порядок осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования и порядок организации осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования. Вот такие акты тоже существуют. Рассматривая порядок организации осуществления образовательной деятельности, мы отметим, что в одном из пунктов, что при реализации образовательных программ, в том числе среднего образования, используются различные образовательные технологии, в том числе и дистанционные. Это касается организации осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, то, о котором я говорила выше. Здесь же есть отдельный пункт об особенностях организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. И здесь тоже встречается пункт, в котором отмечается, что с учетом особых потребностей обучающихся с неограниченными возможностями здоровья образовательная организация обеспечивает предоставление учебных лекционных материалов в электронном виде. Вот так выглядит приказ Министерства образования и науки от 23 августа 2017 года, в котором изложен порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Итак, рассмотрим этот порядок. Он как раз описывает применение организациями дистанционных технологий, устанавливает правила при реализации этих технологий и электронного обучения в ходе изучения основных образовательных программ, дополнительных программ и так далее. Дальше все это называется образовательными программами. Здесь же отмечается, что существует перечень профессий, специальности и направлений подготовки, при реализации которых не допускается обучение с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Например, законодательство в приказе министерства обозначает перечень профессий. Ну, например, профессии зубной техник или оператор там, чесально-визуального оборудования. Это в качестве примера такого наиболее яркого. Когда же можно применять дистанционные образовательные технологии, в каких видах и формах деятельности. В этом приказе тоже отмечается, что организация, осуществляющая образовательную деятельность с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, либо при их сочетании могут быть применены при проведении учебных занятий практик текущего контроля промежуточной итоговой государственной итоговой аттестации обучающихся. Хочется особенно подчеркнуть практик, потому что про учебные занятия понятно, да, текущий контроль промежуточной, итоговой и государственной итоговой аттестации обучающихся. Это в том случае, когда организация осуществляет образовательную деятельность исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Самое важное в данной ситуации не просто разработать дистанционные курсы, организовать систему дистанционного обучения. Необходимо информировать участников образовательных отношений о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для того, чтобы они могли четко сделать свой выбор. На это тоже следует обратить внимание соответственно на сайте образовательной организации в рекламных материалах необходимо указывать на тот факт, что используются дистанционные образовательные технологии. Дальше. Еще один очень важный момент. При реализации образовательных программ или их частей местом является местонахождение. Это то, что в законе было указано. организация обеспечивает соответствующим применяемым технологиям уровень подготовки педагогических научных и так далее работников организации. То есть, когда организация заявляет о том, что она использует дистанционные образовательные технологии электронное обучение, она должна обеспечить эта же организация уровень подготовки педагогических кадров. Следующий момент, на который тоже необходимо обратить внимание, что организация самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся. Это могут быть индивидуальные консультации, которые в том числе оказываются дистанционно либо очно. Организация самостоятельно определяет соотношение объема занятий проводимых дистанционным образом или очным. Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. Соответственно, перед тем, как приступить к разработке дистанционного учебного курса, необходимо продумать несколько моментов. Первое – это порядок оказания методической помощи, соотношение объема занятий, дистанционное и очное, и при отсутствии учебных занятий в очном формате продумать систему идентификации личности. Об этом мы сейчас рассмотрим чуть позже. Итак, кто же обеспечивает работу электронной образовательной среды и как доказать, что перед вами находится именно тот студент, который обучается у вас. Здесь есть пункт шестой, что при реализации образовательных программ исключительно с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий организация не только создает условия для функционирования электронной образовательной среды, которая обеспечивает усвоение образовательных программ или их частей в полном объеме, но и обеспечивает идентификацию личности. Вот выбор способа идентификации личности осуществляется организацией исключительно самостоятельно. Как вы будете его идентифицировать, это находится в вашей компетенции. И контроль, соблюдение условий проведения мероприятий, в рамках которых будет осуществляться оценка. Ну вот, например, из-за опыта Уральского федерального университета они проводят оценку результатов обучения по онлайн-курсу с идентификацией личности двумя способами. Либо выезжают и проводят контрольные мероприятия в специализированном тестовом центре под наблюдением сотрудников университета, либо используется технология онлайн-прокторинга, так называемая, когда происходит идентификация личности человека через его фотографию в паспорте и его видом, так скажем, в онлайн. Дальше. Еще есть один пункт, что организации вправе осуществлять реализацию образовательных программ с использованием электронного обучения дистанционных технологий, организую учебные занятия, допустим, в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся, независимо от их местонахождения, достижения и оценку результатов путем организации в электронной информационно-образовательной среде, в которой предоставляется доступ через интернет. Итак, в чем здесь еще раз акцент? В том, что учебные занятия проводятся в виде онлайн-курсов. Формат этих онлайн-курсов может быть разным. Есть так называемое негласное деление на американское и, так скажем, подход и подход в Великобритании. Американский подход это всегда видеокурсы. Подход Великобритании они считают, что достаточно высылать порционно учебный материал обучаемым и затем проводить тестирование по этому материалу. Но это такое грубое разделение, более детально мы этот вопрос рассмотрим ниже. Дальше. О документах. освоение обучающимся образовательных программ в виде онлайн-курсов подтверждается документом об обучении выданной организации, реализующей эти программы в виде онлайн-курсов. О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что ваш обучающийся может проходить онлайн-курс не только в вашей образовательной организации, но и в другой организации, которая должна выдавать ему документ об образовании или документ об обучении. Организация, которой предоставлен документ об этом обучении или образовании допускает обучающегося к промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам или иным компонентам образовательной программы или полностью зачитывает результат обучения в качестве результата, допустим, промежуточной аттестации на основании данного документа. То есть если вы готовите онлайн-курсы для других вузов и готовы их проводить, вы должны продумать систему локальной документации, систему подтверждения для того, чтобы обучающийся получал определенный документ. Если же ваши обучаемые прошли обучение в другой организации, то вы должны либо допускать промежуточной аттестации по предмету или курсу или дисциплине или засчитывать результаты обучения и ставить там зачеты либо оценку. Вот об этом говорит закон. Итак, здесь же уточняется, каким образом получаются зачеты. зачет результатов обучения осуществляется в порядке формах установленных самостоятельно организациям. Итак, что вы можете сделать? Вы можете сопоставлять планируемые результаты по соответствующим учебным предметам курсам определенным образовательной программой с результатами по соответствующим курсам или иным компонентам, по которым обучающийся проходил обучение, если он представил эти документы, которые подтверждают его обучение. Итак, это фактически уточнение пункта предыдущего о проведении зачета и проведении промежуточной аттестации. Еще один важный момент, который указан в этом приказе, это девятый пункт, который касается защиты персональных данных. Здесь написано, что при реализации образовательных программ организации обязательно ведут учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса на бумажном носителе и или в электронно-цифровой форме в соответствии с законом о государственной тайне персональных данных и об архивном деле. То есть здесь все стандартные процедуры, необходимо хранить результаты обучения как ваших обучаемых, которые у вас учились, так и обучаемых, которые прошли онлайн-курсы в другой образовательной организации. образовательной Ну и еще один очень важный момент, который идет дальше, это законодательная база организации сетевого взаимодействия. Онлайн-курсы, они просто так не проводятся, существует определенная законодательная база, которая позволяет организовать сетевое взаимодействие разных образовательных организаций для того, чтобы засчитывать результаты обучения по онлайн-курсам. И здесь есть в статье 13-е общие требования к реализации образовательных программ о том, что образовательные программы реализуются организации как самостоятельно, так и посредством сетевых форм. При реализации образовательных программ используются различные технологии дистанционно-электронные. И дальше идет статья 15-я о сетевой форме реализации образовательных программ. И это очень-очень важная статья. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций, то есть, допустим, научных, коммерческих и так далее. Вот это очень важное дополнение, которое еще до конца не осмыслено педагогическим сообществом, но которое играет огромное значение. Поэтому, разрабатывая дистанционные учебные курсы, необходимо четко понимать, как они будут использоваться дальше, только в учебном заведении. Либо вы создаете курсы, которые в рамках сетевой формы реализации образовательных программ будут использоваться разными образовательными организациями. Какие еще ресурсы вы сможете подключить для того, чтобы обеспечить высокое качество образовательных программ? Об этом следует задуматься. Ну вот сетевая форма письмом Миноборнауки, такое письмо от 28 августа 2015 года. Пожалуйста, обратите на это внимание. Здесь еще подчеркивается, что сетевая форма не является обязательной. И если кто-то кому-то начинает навязывать сетевую форму, используйте нашу и только нашу, то это совершенно неправомерно. Дальше. Если в рамках сетевого взаимодействия используются онлайн-курсы других организаций, необходимо разработать локальную нормативную базу образовательной организации и учесть особенности государственной аккредитационной экспертизы образовательных программ с включенным онлайн-обучением. То есть они будут проверять четко вот по всем тем пунктам, о которых я говорила выше. Каждый пункт необходимо расписать, необходимо учесть, необходимо предусмотреть его наличие. Если говорить о локальной нормативной базе, прежде всего это положение об организации образовательного процесса. это организация учебного процесса с использованием дистанционных технологий. Вот здесь тоже необходимо продумать, каким образом в учебном заведении, какой порядок будет использование массовых открытых онлайн-курсов. Как правило, для этого пишется отдельное положение. Далее хотелось бы обратить внимание на положение о сетевой форме реализации образовательных программ и обязательное наличие распоряжения там проректора или замдиректора по учебной работе о включении онлайн-курсов в образовательные программы. Ну и несколько слов буквально о тех проблемах, с которыми сталкивается подавляющее большинство образовательных организаций, которые применяют сетевое взаимодействие и какие решения в итоге предлагаются. Прежде всего, существуют различные варианты включения онлайн-курсов. Это полное включение только на этих курсах. Частично, дополнительно он как-то там частично обучается лекцией и только дополнительно. Ну, допустим, частично это лекция в онлайн-курсе практически у себя. Дополнительно и лекции практически у себя проходят, а это для того, чтобы готовиться к занятиям. Дальше. Достаточно сложной проблемой при организации только онлайн-обучения является проблема итогового контроля. Каким образом его осуществлять, насколько он достоверный, этот контроль, его результаты. И не всегда образовательные организации, я бы так сказала, психологически готовы признавать результаты обучения другой организации. Ещё одной проблемой, как я говорила, идентификация личности является либо в тестовом центре, либо онлайн-прокторинга, либо есть сейчас очень дорогие системы идентификации лица по ключевым точкам. И вот со всеми этими, так скажем, проблемами и решениями сталкивается образовательная организация, которая идёт по пути прогресса и использует дистанционные образовательные технологии в своей деятельности. Далее, если у вас возникли вопросы, вы можете отправлять их на указанный адрес. И дальше мы с вами рассмотрим модели дистанционного обучения и пошаговое создание дистанционного учебного курса. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok